В эти минуты в Театре оперы и балета идет оперная дегустация. Сегодня и завтра премьера постановки «Любовный напиток» Гаэтана Даницетти. Впервые за 10 лет театральный сезон открывается оперы. Новосибирцы увидят яркое юмористическое представление под классические мелодии итальянского композитора. На генеральной репетиции побывала Александра Медведенко. Сцена оперного пестрит неоновыми вывесками и завлекающими плакатами. Полуторачасовая постановка, как большой рекламный ролик в двух действиях. Основная идея, которая проходит красной нитью через весь спектакль – мы живем в эпоху потребления. Доктор Дулькамар – это доктор шарлатан, который благодаря своим способностям рекламировать обычное бордо, обычное вино, он выдает это за волшебный эликсир королевы Изольды. Я всегда ухожу от абсолютной конкретики времени действия. Потому что мне кажется важнее этот неоновый смысл, который был и много лет назад, и в начале века, и сейчас, и будет еще долго и долго в будущем. Гаэтана Деницетти, создатель оперы, и подумать не мог, насколько его произведение будет актуальным в наше время. Хотя впервые публика услышала оперу 185 лет назад, герои как будто списаны с современных типажей. Здесь есть и умница-красавица, и ее скромный воздыхатель, и обычный летчик, который с помощью, опять же, рекламы становится чуть ли не героем войны. Примечательно, что впервые за 10 лет на сцене театра оперы и балета – комическая опера. При этом режиссер-постановщик, желая раскрыть юмористический талант своей труппы, главные роли отдает молодым, пока еще малоизвестным новосибирскому зрителю, актерам. Яркая неоновая оперета привлекает к себе любителей классики и ценителей современного поп-арта. А идея спектакля будет понятна всем. Магия и волшебство порой скрываются в нас самих. Александра Медведенко, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.